Приветствую вас, дорогие друзья! У нас интеллектуальный спринт технологии чистого разума. Задача наша сегодня вроде бы день последний, но очень серьезная, потому что мы будем разбираться с двумя типами мыслей, которые крайне важно понять, что это за тип. Мы с вами вчерашний день потратили на то, чтобы разгрузить свой мозг, разгрузить свой чердак захламленный, и в график расставили всякие разные дела, задачи, обязательства и прочее. Но при этом в числе наших других мыслей, которые показывались своими хвостиками на поверхности нашего сознания, которые мы схватили за эти хвостики и выписали, есть эти мысли, зачастую про очень обстоятельные вещи. Какие? Одни философские мысли, другие. Надо что-то решить, принять решение, подумать, завершить что-то, принять, так сказать, внутренний план действий. Не в графике, а внутри. Какие вам мысли больше нравятся? Думаю, вам должны больше нравятся мысли философские. Даже если они про страдания, что мир катится в тартарары, что люди сукины деятели. Это все философские мысли. Целый трактат можно написать. Сесть и написать трактат. Почему такая жизненная несправедливость, что всем повезло, а я не сижу несчастный? Например, трактат можно. Сёрен Киркегор или Артур Шопенгауэр, самый депрессивный философ. Проблема с философскими вопросами такая. Ее сформулировал замечательный немецкий философ, который написал критику чистого разума. У нас с вами технологии чистого разума. Он критику, он очень серьезное обстоятельное критическое мышление. Это он ввел. Это называется скандал философии, что на философские вопросы нет ответа. Можно думать, можно не думать. Вы на них не найдете ответа. Бессмысленные. Бессмысленные рассуждать. Почему люди могут быть непорядочными, например? Ну как? Напиши философскую статью, может и все. Только не решишь вопрос. Он нерешаемый. Это вопрос ни о чем. То есть порассуждать, поддикутировать. Все можно. Но ответ будет такой. Потому что. Почему мир несправедливый? Какой ответ? Потому что. Почему любовь не длится вечно? Потому что. Почему меня могут подвести? Потому что могут. им надо это иметь в виду. Вот. Значит, поэтому у нас есть с вами бессмысленные мысли. Хотя они иногда могут казаться очень умными. А есть мысли, которые на самом деле надо додумать, довести до логического конца. Вот вы решаете, в какую вам, значит, аспирантуру подать документы. Вот. Этот вуз или вот в этот, да? Ну, важный же вопрос. Так надо же как мыслить его, да? Ну, все. Так вы возьмите, сядьте, додумайте, посмотрите. Один вуз, второй вуз. Съездите, позвоните, договоритесь, собеседуйтесь там и так далее. И все. Мысль додумана. Понимаете? И она больше не висит. У вас есть ответ. Понимаете, какое дело? Вот. Поэтому, но они вот такие, они же требуют усилий. Понимаете? А мы ленивые. Мы лучше про философские мысли подумаем. Ну, философские. Про всякое разное, там, кино, домино, там, несправедливость, или что там, люди нехорошие. Да. Но это бессмысленно. Вот. Поэтому вот два типа мыслей, которые мы сегодня с вами научимся различать. Потому что одни мы должны, так сказать, деликатно оставить философом или выделить все время философству. И целенаправленно понимать, что потому что. Вот. Или второе, второе вариант – это действительно мысли, которые требуют нашей увлеченности. Может быть, надо целенаправленно какую-то интеллектуальную деятельность провести. Может, надо информацию какую-то собрать. Может быть, надо переговорить с кем-то для получения необходимой дополнительной информации. И додумать. Такой план. Дорогие друзья, я думаю, вы смогли убедиться, что среди ваших мыслей есть те, которые, если вы додумаете и доведете до конца, это что-то изменит в вашей жизни. А есть те, которые вы можете осмыслить, даже найти на него философский ответ, вопреки Эммануэлу Кантову, который говорил, что философия никакие ответы никак не находит. И это скандал. Целая наука, которая ничего не находит. Вот. Но можно порассуждать. Вот. Но никакому результату это не приведет. И вот вы увидели, что у вас есть эти два типа мыслей. Ну, опять же, если вы хотите думать любую мысль, вы имеете на это право. Вот. Я вообще очень люблю философию, если что. Вот. Я ее не критикую. Я ее изучаю. Вот. Но я делаю целенаправленно. Я не сижу как бы в позе мыслителя. Что ж вот все не так. Вот. Я додумываю это с точки зрения того, о чем можно сделать, о чем можно подвигать, о чем можно, чтобы добиться результата. Вот. Поэтому, значит, вот сейчас ваша задача понять, что у вас интеллектуальная ваша деятельность, она происходит в вашей голове, в вашей дефолт-системе, вне зависимости от того, хотите вы это, не хотите. И если в наборе мыслей, идеи, которые просчитывает ваша дефолт-система, есть бессмысленные, то это просто трата времени. Ну, то есть вы можете про это сколько угодно думать, это никак не приведет к изменению в реальности. А если говорить про мышление, зачем оно нам дано? Оно нам дано для того, чтобы мы могли в реальности что-то изменить, чтобы мы в реальности могли что-то с кем-то договориться, да, привести к какому-то результату, да, добиться каких-то выполнения целей, ну, результатов опять же, да. То есть мышление дано человеку не для того, чтобы он просто абстрактно думал, не понятно о чем, сам не понимая, не целенаправленно, да, а чтобы он решал задачи, чтобы он приходил к какому-то результату. Потому что в этом случае от вашей интеллектуальной деятельности что-то меняется в мире. Ну, вы додумали какой-то проект, довертели его, дообсудили, согласовали, реализовали, он есть, понимаете? Мир изменился, а у вас смысл появился. То, что вы что-то делаете от себя, как бы производите какую-то активность целенаправленно и получаете изменения, может быть, не те, которые сразу хочется, но только это обратная связь, вы получили, у вас есть снова возможность додумать, и поскольку у вашего чердака, где все думают-то, Ленин-то залез, ну, такой анекдот был, считалось, что Ленина была любовница Ажманта, вот, а сам он, значит, был женат на Крупской, вот, и анекдот был советский, что Ленин, значит, говорит Крупской, что, значит, Кармант, вот, она должна его понять, как партия, товарищ, вот, а Арман, что Крупской, он должен понять, что он жена, да, а сам на чердак и работать, вот, вот, у нас на чердаке там идет работа, вот, но из-за того, что много бессмысленных мыслей, да, с теми, которые надо запланировать, мы уже их, как бы, отложили, но бессмысленные мысли, они просто занимают работу, Ленин занят ерундой, вот, и Ленину надо революцию делать, вот, поэтому у нас там должны определиться наши дела, то мы целенаправленно будем решать, не сразу, возможно, будут результаты, ну, по крайней мере, получим обратную связь, и сможем передумать, и сможем понять, какое решение принять дальше, и мы будем действовать, и мы начинаем действовать от себя, да, жизнь-то это что такое? Движение, понимаете, движение мысли, не этот, как, не ворох мысли, не бардак мысли, а движение к чему-то, куда-то, от самих себя, и это делает нашу жизнь наполненной, ну, смыслом, потому что мы себя в ней ощущаем, ну, как понимаем, зачем все, понимаете, потому что когда ты сидишь, вот, и вообще не знаешь, куда себя пришли, пристегни, и так далее, ну, это несчастье, такое, это ужасная жизнь, вот, вот почему, когда проводили исследование, первый раз выяснили, Клинкверт, и там, еще у него был коллега, они считали людей, вот, что они там, сколько времени, вот, они вычислили, что 46 процентов времени в цифровую эпоху людей, значит, вот, находили в блуждании, так они выяснили, что, если вы меньше находитесь в блуждании, то у вас лучше настроение, чем если у вас больше, почему, потому что, когда у вас там ворох, блуждание, а не целенаправленное мышление, когда ваша, да вот, все, не крутит, четко вижу, что она такая, там, про это, про это, про это, все это учтем, да, вот это все сделать, вот, поэтому очень важно с этим наведением порядка определиться с тем, что вы не будете думать, бессмысленные мысли, не будут появляться, вы будете говорить, потому что, а если будет важно, вы ее зафиксируйте, определите время, как вы этим займетесь, и занимайтесь обязательно, потому что, если есть мысли, которые надо додумать, довести до ума, это мысли, которые способны изменить вашу жизнь, и дать вам ощущение жизни, что очень важно. Идет следующая категория, которая более сложная к пониманию, и это мысли, которые либо нужно додумать, либо бессмысленные мысли. Давайте начнем с бессмысленных мыслей. Как вы у себя их обнаружили, какие вообще, как смогли отличить, что они бессмысленные? Я для себя понял, что бессмысленные мысли, это когда ты вот жалуешься на что-то, то есть какое-то вот такое жалость к себе, несправедливость какую-то ты видишь, такую прям всеобщую. У меня такие мысли были по поводу того, что обо мне никто не заботится. Вот такое, типа претензия ко всем сразу, ни к кому, ни ко всем. Я к бессмысленным мыслям относила такие, за которые, мне кажется, там, типа я боюсь брать ответственность, например, и поэтому как оправдание такое, вот. Например, там было, что я не добьюсь такого же успеха, как в предыдущей в сфере деятельности. Потом там были мысли, которые, как бы, я понимаю, что я не могу на них никак повлиять. Например, я говорила там, что нейросети захватят наш мир. Вот. И, ну, как бы, такая мысль очень абстрактная получается, над ней тоже можно поработать. То есть это какой-то, может быть, мой страх там, что это отразится на моей сфере деятельности, вот, в таком роде. Вот. Но, действительно, казалось, что очень много мыслей, которые... Ну, ты их выписываешь, но думаешь, ну все, они бессмысленны, я от них избавляюсь, но над ними еще можно поработать. Да, действительно, сложно разграничить, то есть бессмысленные мысли и важные мысли, которые необходимо додумать. Например, одна из самых ярких моих бессмысленных мыслей, это не знаю, чего хочу, ну, в целом, в жизни, в профессии и так далее. При этом, казалось бы, тут прям подвешено противоречие о том, что, ну, если я не знаю вообще, чего хочу, то, казалось бы, ну, ну, наверное, из жизни надо как-то, ну, заканчивать, но при этом у меня суицидальных мыслей не возникает никаких. Ну, то есть если ты вообще не знаешь, чего ты хочешь, то есть чего-то, наверное, я все-таки хочу, просто, ну, не могу как-то это обозначить. Целая пачка бессмысленных мыслей, связанных с собственным представлением о том, какими я хочу быть там, богатым, успешным, красивым, умным и так далее. То есть за ними, да, скорее всего, тоже что-то кроется, если начать их разворачивать, но думать о них в таком ключе, это, скорее всего, просто про какие-то мои собственные ощущения от того, что я буду там испытывать, если буду богатым, красивым и успешным. То есть получается, что... Извиняюсь, что... Я закончил. Получается, что в целом пока мысль в абстрактном таком виде, она, в общем-то, ее хочется отнести к бессмысленно. Вот только дальнейшая, по сути, конкретизация, она может как-то вот еще что вывести там. Но в целом получается так, что бессмысленные мысли, они же тоже... К ним относятся как раз эти штампы, общие абстрактные какие-то конструкции, потому что пока они в таком виде, их действительно бессмысленно думать. Да, вот я таким понял, что действительно именно в таком виде, просто как они записаны, нам они показали бессмысленным, и в таком виде их бессмысленно думать, они ни к чему не приводят, ровно из-за того, что они не конкретно сформулированы. Но ты думаешь именно так, их вот бессмысленно думаешь. А как вы думаете, откуда ваши бессмысленные мысли попали к вам в голову? Было у вас предположение, откуда взялись такие родомышления? Откуда-то вот из общества, наверное, как-то из фильмов, когда ты думаешь, ну вот он успешный, я хочу так же, я хочу зарабатывать очень много, и вот сцена, не знаю, Волкс Волл Стрит, например, смотришь, там какой-нибудь такой, господи, вот это вот у него жизнь, а у меня что? Что-то такое, это зависть нереальным людям, нереальным событиям, вот какие-то такие вещи, например, это есть про успех говорить, вот, а если говорить, допустим, про какую-то, ну вот у меня заботу, да, это была, то это, например, мой какой-то, наверное, личный закон, что я, мне кажется, что я очень много других людей думаю, а мне кажется, вот они, значит, там про меня очень мало думают, но я же не знаю, сколько, на самом деле, они мне думают, просто мне так может ощущаться, или что-то такое. Похоже на когнитивные искажения долги. Да, 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 мне так и сказали, что это когнитивные искажения долги, так оно и есть. Ну, я об этом сейчас очень много думаю. Просто понятно, откуда нас тоже, понятно, откуда взялась, видимо, ну, то есть, вы же все подвержены когнитивным искажениям, они в том числе тоже нас побуждают на вот эти вот бессмысленные мысли. А у тебя Акатика? Не знаю, мне кажется... Яросеть, откуда? Откуда? Потому что это связано с моей работой, и, наверное, это я отношу, что это страхи какие-то, вот, и поэтому крутятся, потому что так-то, что мне не переживали. Тогда перейдем к самой важной части этого упражнения, на мой взгляд, когда мы вдруг обнаруживаем у себя в голове среди куча бессмысленных мыслей, просто каких-то ретинных дел, вещи, которые действительно важно продумывать, но продумывать до этого не получалось. Вот как с этими делами у вас было? У меня было... Ну, на данный момент я прям могу сказать такие две важные вещи. Это... У меня недоверие к докторам. Вот. И, соответственно, ну, то есть, есть какие-то проблемы по здоровью. И у меня вот это вот все крутится, то есть, с одной стороны, не доверяю, я не могу пойти, с другой стороны, мне нужно пойти. Ты не думал так вот именно, не доверяю докторам. Да, я... Ну, то есть, у меня формулировка была такая, что мне нужно к доктору. Вот. Я подумал, а почему... Ну, то есть, это важно, понятное дело, почему. Потому что нужно следить за здоровьем, ты, там, не молодеешь. Так иначе, сейчас ты закладываешь, по сути, фундамент, как будет все развиваться в дальнейшем. Вот. Если, там, исправить какие-то сейчас вещи, то, ну, ты больше будешь, как бы, чувствовать себя хорошо физически. Но, при этом, вот, есть эта эмоциональная вещь, которая мне мешает. Ну, а, соответственно, тоже, ну, то есть, это важно, потому что это связано со здоровьем. А додумать я ее никак не могу, большая мысль очень сложная. Вот. Такие вещи. А как ты понял, что для тебя это важно? У тебя внутренние ощущения возникло, когда ты увидел, что это важно? Ну, как сказать-то это? Ну, это сознательное важно, это не внутреннее ощущение. То есть, это такое, как сказать, навязывание себе, ну, определенного стиля жизни. Угу. То есть, угрозу я не ощущаю всецело. Вот. То есть, я, грубо говоря, хорошо себя чувствую физически. Но я понимаю просто так. Это разумность такая. Разумность, да. Такая разумность. Вот. Ну, и тут же опять понятно, что, ну, действовать-то нужно до того, как плохо станет. Вот. Вот. То есть, какой-то причины внутренней у меня прям нет. Это просто какая-то разумность, да, такая рациональность. У тебя, Катя, что по поводу важных мыслей? У меня были важные мысли, о которых я постоянно думаю. То есть, такие они более глобальные, скажем так. И такие мысли вызывали либо какую-то тревогу, например, или что смятение, я не знаю, то мне делать или это делать. Вот. И я вот эти мысли выписала. Ну, сначала формулировка у меня была первая. Первое моё важное – это в каком направлении мне двигаться в сфере дизайна. Потому что, ну, там есть несколько вариантов. Вот. Потом я в ходе нашего обсуждения переформулировала это как развитие в карьере. Вот. И уже буду её додумывать. Вот. А второе важное было построение отношений. Тоже, что сейчас такая острая как бы тема для меня. Вот. Поэтому, ну, тоже решила, что возьму это за важное. А ты как поняла, что для тебя это важно? Как тебе? Ну, поняла, что много внимания уделяю вот этим темам сейчас. И как-то думаю о них постоянно. И взаимодействую там с людьми, с работой. И, то есть, у меня вот эти мысли каждый день кому касаются. Вот. По ощущениям. Ужди. Угу. Ужди. 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 оттуда, откуда произросли. Дорогие друзья, поздравляю вас с завершением этих трех насыщенных дней, насыщенных интеллектуальной работой. Мы занимались рефлексией, но, как вы поняли, мы делали это не абстрактно, не гипотетически. Мы делали это, зная ключевые принципы, необходимые для такой корректной интеллектуальной работы с самими собой. Сначала мы с вами обсудили режим работы мозга, о том, что у нас с вами есть состояние блуждания, в котором мысли варятся у нас в своем соку, и иногда этот сок чаще всего не самый приятный. У нас есть центральная ципломатическая сеть, которая очень полезна. Нам нужно 2х2, 3х4, 8х8, мы пойдем сюда, мы с этим договоримся, этому скажем. Такие создания планов и так далее. Важная штука. Есть сеть уровней значимости, которая позволяет нам ориентироваться. Мы это выяснили и после этого поняли, что обычный процесс рефлексии, такой наивный, заключается в том, что вместо того, чтобы сначала выгрузить из дефолт-системы то, что нужно рефлексировать, мы запрашиваем центральной ципломатической сеть дефолт-системы, а в этот момент она выключается. Потом она включается и ничего не говорит центральная исполнительская. И вот они плохо работают. И наша задача в том, чтобы заняться, так сказать, сначала вычищением разума своего. Вы достали эти мысли, которые у нас там крутятся в голове, увидели, что эти мысли делятся на несколько типов. В частности, важный тип мыслей, который связан с какими-то нашими обязательствами, задачами жизненными и так далее. Мы обнаружили, что куда правильнее, чем тратить силы мозга на том, чтобы про них помнить, просто внести их в график. И таким образом мозг знает, когда наступит время, вы об этом подумаете и вы этим займетесь. После того, как мы с графиком разбрались с этим типом мыслей, мы посмотрели еще на два типа мыслей. Одни мысли, которые мы назвали, я их обычно называю бессмысленными, но для красоты картины, и поскольку у нас Эммануил Кант, я их назвал философскими. Эммануил Кант был критиком чистого разума, и он говорил, что среди философских мыслей какой-то скандал философии. Никак не могут ничего договориться ни о чем эти философы. Для нас это действительно трата интеллектуальных ресурсов. Возникают философские вопросы, в плохом смысле философские. Я сам люблю философию. В хорошем смысле философия это разработка каких-то аспектов реальности для того, чтобы их правильно моделировать, чтобы в них добиваться результата. Обычно называются философскими вопросами какой-то галимотив, который невозможно ни объяснить, не доказать, ни что с этим сделать и так далее. Мы решили, что у нас есть ответ на все такие вопросы. Это ответ «потому что». Но с другой стороны, у нас действительно есть мысли, которые нуждаются в продумывании, которые могут привести к каким-то результатам, если мы их додумаем правильно до конца, которые смогут позволить нам, если мы потратим ресурсы мозга, сэкономливые, вот на двух предыдущих пунктах, если мы сможем эти ресурсы мозга потратить именно на решение конкретных задач, продумывание этих конкретных целей, планы действий и так далее, мы действительно можем очень многого добиться в жизни. А сейчас время, когда мы должны очень бережно использовать свой интеллектуальный ресурс, потому что нас постоянно раздергивают, его же перепродают, что такое реклама, что такое все эти социальные сети и так далее. Это все, что покупается и продается наше с вами внимание, наш самый когнитивный ресурс. Вот мы с вами научились этот когнитивный ресурс как бы собирать, чтобы он был наш. И мы могли им целенаправленно распоряжаться. Да, для того, чтобы эффективно распоряжаться своим когнитивным ресурсом, решать вопросы системно, избегать когнитивных искажений и прочие вопросы, критически опять же мыслить. Все это отдельные технологии, все это отдельные практики, про которые мы очень много говорим, делаем, обучаем в рамках Академии Смысла. Но самое важное, мне кажется, чтобы вы в результате этого нашего небольшого такого приключения интеллектуального поняли, что вы можете качество своей жизни существенно менять. Если вы не будете испытывать ощущение, что давят у вас какие-то задачи, какие-то сложности и так далее, а вы целенаправленно, осмысленно действуете, принимаете решения. И ваша жизнь — это не прятаться от собственных мыслей, а это заставить свой мозг так работать, чтобы он эти мысли превращал в дела, и вы в них себя ощущали, и они давали вам ощущение смысла жизни. Вот об этом было наше приключение. Надеюсь, вам было интересно, полезно. И вы присоединитесь к нам, чтобы не только экономить эффективный ресурс, но и по максимуму его эффективно использовать с помощью тех инструментов, практик, которые мы реализуем в Академии Смысла. До скорых встреч!